Горлыкский горно-обогатительный комбинат станет символом белорусско-туркменских отношений. Это сегодня заявил президент Александр Лукашенко в интервью главному редактору журнала «Туркменистан» Михаилу Переплеснину. Завод строят белорусские специалисты на юго-востоке Туркменистана, на одном из богатейших месторождений калийных солей. Старт этому проекту глава государства Александр Лукашенко дал лично в 2009 году. Во время официального визита в Туркменистан в будущий фундамент калийного рудника лидеры двух государств заложили капсулу. Стоимость контракта на строительство комбината под ключ – миллиард долларов. Первую партию руды предприятие планирует получить в середине 2016 года. Если говорить о каком-то знаковом контракте или проекте, вы его знаете. Мы строим горлыкский комбинат. Он находится в очень продвинутом состоянии. Единственное, что нас затормозило, мы не ожидали, что там будут такие грунты. И знаете, вот я скажу, что в советские времена, зная, что там месторождение мощное, по калийным удобрениям, не рискнули строить этот комбинат. Мощная держава. Туркменистан рискнул. И мы с ним пошли на этот риск с нашим президентом Туркменистана и начали строить этот комбинат, зная сложность. Мы договорились, что мы вместе будем торговать. У нас есть опыт, у нас огромное производство в 10 миллионов тонн ежегодно. Мы поставляем по всему миру, логистика приличная. У нас своя компания по поставкам удобрений. И мы договорились, что мы возьмем для сотрудничества зарождающуюся новую компанию Туркменистана и будем вместе, во благо наших народов, продавать минеральные удобрения. Наземную часть мы практически на завершающем этапе находимся. Мы закончим быстро. И думаю, что в ближайший год-полтора мы пройдем вот эту подземную часть. Все равно мы вам построим самый современный комбинат, и вы будете им гордиться. Мы это умеем делать. Мы недавно два таких комбината дополнительно построили у себя в этих условиях. Поэтому мы умеем это делать, и мы сделаем это символом наших отношений. Полная версия интервью президента Белоруссии завтра будет размещена и на сайте туркменского правительства, в журнале МИДа «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана», а также на портале государственной информационной службы, аналог агентства БелТА. Продолжение следует...